Всем утро, не утро, обед добрый. Сейчас у нас 34 градуса. Жара стоит уже. Ох, вчера ночью пустился дождь. Ура, вчера пустился дождик, и так долгенько он был. Классно. Вон, смотрите, какой подсолнух. Это миник, миник подсолнух. Вы это видели? Боника, ты куда пошла? Ох, миник подсолнух. Так смешно, так интересно. Такой интересненький, ты ж надо. Мне кажется, что это обычные семена подсолнуха. Ну, это ж не могут быть какие-то карликовые семена. Дело в том, что, получается, мы же обрывали все время этот, и уже время, и он, может быть, решил вот такой вырасти. Кто его знает. О, хосточки скоро зацветут, видите? Уже начинают беленькие цвести. Вот. Да, ничего я не успеваю, ребята. Вот. Вот как есть, так и есть. Как есть, так и есть. Я с этой кухней уже совсем забодалась, как говорится. Смотрим только на красоту. Не замечаем бурьян. Ничего мы такое не замечаем. Мы смотрим только на красоту. Вот там есть красота, а вот там и смотрим. Так, вот этот красный надо уже обрезать тут, что упало. Так, нормально. Так. Что? А, раз, раз, сегодня передали кабачки. Ты только что? Тут гора кабачков лежала, и тут гора большая кабачков лежала. То Коля встал сюда, тетя Таня там, за забором. А я отсюда подавала. То, слава богу, уже отдали эти кабачки. А из тех я почищу, мне еще нужно... Ну, они хоть кабаны, но они такие нормальные. Вот. Ну, более-менее свежие кабаны. То есть, из них я еще должна сделать лечо крупными кусочками. Выберу самые-таки смачненькие, хорошенькие. И сделаю лечо крупными кусочками. Вот. Ну, остальное, что мне не надо, уже буду тетания давать. И все, там уже на огороде, в принципе, буду те кабачки вырывать. Нафиг они мне не надо. Ой, не надо. Чуть не упала, господи. Вот. Что? У меня каждый день похож на предыдущий. Потому что каждый день я на кухне. Кухонька это мое сейчас все. Ну, вот. Вчера же с помидорами занималась. Потом Коля уже приехал, ничего не снимала. А, мы же потом уехали. А, ногти, да. Ну, вот такие ногти сделала. Мой любимый цвет. Хороший, нежный. Ну, нежный. Кому-то, блин, вырви глаз, кажется. Ну, мне нравится. Все. Ну, а что, лето на улице, почему бы и нет. Вот. Что, приехали домой? Да и все. Вчера и ничего не делала. Просто покушали, да. Да и ладно. О, вот еще кабачки. Ага, надо бы эти поотдавать. Кабанчики. Ну, сейчас, наверное, выйдем. Ну, это просто на огород положу, тетя не заберется огорода. Вот. Вон, у тебя рыжие кабачки уже надо оттуда вырывать. Толку нет. У них ни плодов уже нету, ничего нету. Они вот там обы так стоят. Может, после дождика, конечно, что сильно растет. Цвет какой-то там есть. Но плодов толком нет. Я вчера прошлась, просмотрелась. Так что вот. Уже и помидоры заново. Не, ну, вчера дождь прошел хороший. И нужно будет, может, вечером собрать еще помидорки. Все, подышала свежим воздушком, пошла дальше заниматься. Вон подсолнух такой огромный. Листья у него такие, что прям, не знаю, как, как не знаю, что. И он уже готов. Он уже вот мордочку наклонил так. И там уже эти птички иногда подлетают. И его начинают споднизу кливать. Но неудобно же им вниз головой сидеть. А не так себе. Он прячет, прячет свои семечки. Видно вам, что не видно тут подсолнух? В уме, мне в экран вообще ничего не видно. Солнце засвещает. Вот видите, как он наклонил мордочку. И он готов. Можно уже будет щипать семушки. Вот здесь вроде собрала только недавно эти черрики. Они опять вон и росли. Вон же есть такие красненькие, розовенькие, черненькие. Всякие есть. И там надо черрики собрать. Ну, это же все консервирую. Сейчас занялась консервацией. Ну, именно то, что под заказ мне девочки просили. Девочки и мальчики, одним словом. Вот себе еще ни одной банки помидоров есть, чтобы вы понимали, не закрыла. Это надо заняться сейчас еще помидорами. Мне надо сейчас лечо крупными кусочками сделать. Лечо ассорти. То, что всем нравится, все отнимем в восторге. Порцию надо сделать. Вот сейчас я этими буду заниматься. А, ну и те помидоры, которые не кондиция, сразу буду нарезать на пасту. На пасту и томатную водичку. Так что вот. Когда успевать всем любоваться? Когда же вами успевать любоваться? И вас еще и обрезать надо периодически. Ой, желтенькая красиво пошла после этого. Ну, видите, желтая пошла. Там цветет она желтым. А вот эта вот здоровенная штняга, просто она здоровенная. Вот. И ничего не понятно. Будет тут что-то вообще, чем нету? Чем нет, чем че-то. Это все-таки дичка поперла с нее. Ну, в общем, понятно. Ее никогда не поздно. Вот она и вон еще одна вторая. Видите? Тоже. Если что, пообрезаю, да и все. Семь листиков здесь. У самой этой самостоятельной розы пять листиков. А то, что от нее пошло, семь листиков. И что самое интересное, вот эти длинные палки я уже обрезала. Такие же в начале сезона я уже такие длинные палки обрезала. Мне кажется, все-таки где-то она идет. И оно идет из земли. Оно не идет именно от ствола. Оно как-то идет из земли. Мне кажется, все-таки где-то там внутри оно как дичка поперла. Ну, как-то так. О, красиво. Такой цвет вот этот вот. Свеженькая. Молоденькая. Вот. И вон у белой такая же штука. Видите? Вверх поперла. И тоже там ничего не нарастает. И тоже поперла с семи листьями. Белая осталась с пятью листьями. А вот эти вот длинные ветки с семью листьями. Мне кажется, все-таки это из-за того, что розы болеют. Потому что там вот она хорошо болеет. Внизу у нее там прям такие листики, видите, в пятнышку. И шиповник берет над ней верх, что ли. Непонятно. Ладно, все. Все, мамина дотя. Сегодня, скажи, дублёшек потравили мне. Скажи, такой штука. Они на мне бегают. И вообще страшное дело. Появились блохи, не пойми откуда. То, что у нее вообще их не было. А с вами появились блохи. Как увидела, боже, кошмар какой-то. Скажи мне, плохо, вон и по мне бегают. Ну да. Взяли такие специальные капли. Затравили блошек ей. То она сейчас будет счастлива. Сейчас немножечко потерпит, пока они там все попередыхают, поразбегаются. Это потом будет счастливо. Коля косил-косил, тут не так косил. Тут здесь красиво. А тут должно быть красиво. Видите, как бурьян. И главное, в такой маленькой щелке. Вот, видите, какая щелочка. На нас идет такая щелочка до самого конца. Вот она. Вот такая маленькая. И вот это выросло. Вот это вот. Вот это вот выросло все из этой щелочки. Это ж надо. Ну ничего. Он сейчас тоже запаханный-забеганный. У него вообще нет времени. Фух, уже хочет так этот объект быстрее закончить. А у него же добавилась работа. Все-таки люди решились на этот рукомойник в кухне. Потому что, не знаю, что-то они думали, что нельзя там поставить этот рукомойник. И получается все, ну мыли всю посуду, все, что можно было, мыли в ванной. А Коля говорит, ну здрасте, как-то нельзя. Он говорит, мы думали, нельзя. И в конце ремонта еще добавился этот рукомойник. Ну не рукомойник, а что там, раковина, да? Как он там называется. Так что вот. О, мне телефон звонит. Ну что, ребята, у меня тут уже кухня полным ходом. Там стерилизуются банки. Кстати, меня спрашивали, что вы посудомойки не стерилизуете? Я за нее забываю. А, кастрюлька у меня такая, ведь она же горелая, горелая. Она такая у меня рабочая лошадка. Так уже в этом году достерилизую, да выкину ее. Что я тут готовлю по факту? По факту у меня здесь помидорчики, вы видите, да? Куча помидорчиков. Но это еще не вся куча. Я только один ящичек занесла. Перерезала на вот такой салат. Там внутри уже смешала лук и сладкий перчик. Вот это сейчас тоже смешаю вместе. И по баночкам. Баночки стерилизуются, понятно, да? Это у меня для сортишки. Уже замочила в немножечко лимонном соке с водичкой. Но уже все. Оно осталось, чтобы осталось оно такое беленькое, красивенькое. Видно, да? Так, что дальше? Здесь у меня помидоры отобраны на салаты. Мне нужно сделать лечо ассортим. Сегодня обязательно крупными кусочками. Вот. И еще что-то придумать у меня осталось. Два килограмма синеньких. Буду что-то еще с ними делать. А сейчас погнала в погреб за банками. Так, у меня дело движется вперед. Вон, еще три баночки помидор залила. Мама Колина заходила, принесла ему эти огерочки. Вот я у нее просила, надо мне. Вот. Ну, в общем, занимаюсь. Занимаюсь. Там салат квасится, в общем. Там подготавливаю что-то. И Коля приехал. Кажется, с сюрпризом. Пойдемте поднимемся, что там за сюрприз. Ну, сюрприз не для меня, я знаю. Это наша Дарья Сергеевна решила. Она все-таки собирается наконец-то ехать домой. Она говорит, хочу сделать подарки. Но не нам. Да? Да. Подарки, но не нам. Подарки, но не нам. Подарки собакам. Вот это Джессики. Ой, блин, Бонника. Вот это Джессики она сделала. Кажется, потому что она, не пойми, что спит на халате. Разве так типа можно? Это некрасиво. А, да. У нас такая модная вся. Должно быть все красиво. Она заказывала десь тут у нашей швии. Это мне, наверное, точно. Слушай, тут такая подстилка, что я могу сама в ней спать. И диван для Бони. Это трында, блин. Ёшкин кот какой. Смотри, Боня. Твое? Это твое? Че нет? Скажи, вот это поворот, блин. Только тебя... Это двухспальная кровать. Кровать? Кровать двухспальная. Кровать. Короче, и вот такая вот типа для Бонники. Ну, она заканчивала для своего Ричика и решила, что надо еще и Бонни, и это. Это кошмар, слушай, такое оно огромное. Ты котам не насыпал? И наконец-то Коля сегодня купил это. Котам корма, потому что они два дня у нас бедные собачий корм ели. Матрешка, скажи, ну наконец-то мы уже привезли уже укусняшки. Фу, а я все парюсь. Парюсь, работаю, работаю, парюсь. Ребята, закатали и совершенно забыла показать. Ассортишку закрывала. Вот такое вот лечье ассорти крупными кусочками. Очень-очень вкусное, классное-классное. Ну, сейчас оно не видно, какие они прикольные. Вообще, очень-очень вкусно. У нас опять сирена. Да что ж такое? Так, ну и теперь, конечно же, этот салацик. Вот такой он. Смотрите, сколько салауха посил класс. Вот, сейчас я его разложу и будет замурчательно. Вот. Ой, класс, класс. Классота. Классота. И поставлю стерилизовать. Классота у кота. Коля, блин. Классота у кота. Классота. 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 Классота.